Хей, всем привет! Я продолжаю играть в Бесконечную Дорогу в Припять, и на этот раз я хочу получить концовку хоть какую-то, в принципе, с героинями хорошую. То ли Мегафон, то ли Алиса, то есть Лиса, то ли там... с Леной, то есть Уныл. Реально хочется. В предыдущей серии я как бы получил концовку со Славей, и проспорили чуть-чуть, мы просто нашли робота. Все. Давайте дальше как бы смотреть. Я тут, кстати, сделал сохранение, сейчас загрузим. Я в предыдущей серии пошел к долгу. Давайте пойдемте к свободе теперь. Может что-то изменится. В предыдущей серии, в общем, прожужжали мозги, в общем, ну, как бы, главному герою, то есть... И он сказал, что, типа, раз уж, типа, об этом, как бы, ну, как бы, поможет, помогут, поможет долг, точнее, взять вот эту вот вакцину, то все-таки не хочет себя убивать, в общем, наемник, и забил на все это, и остался, решил, решил остаться в зоне. У него отношение к долгу такое, как бы сказать, не самое хорошее. Посмотрим, что здесь будет. Надеюсь, здесь будет концовка нам с Леной. Я хочу реально выйти на концовочку эту. Ладно, если что, само становится сколько? А, я минуту уже записываю, ну. Не, ну, тут то же самое. Тут, я думаю, ничего не будет. А, все равно? Тут, а, тут такой же будет, да? Ага. Блядь, а как... А как мне выйти на Лену Рудо? Что это такое? Ну, первая так. Блядь, я не знаю. А если я дам артефакт? Нет, подождите, это не то. Я не туда, сахар, или это... Нет, это не то, подождите. Я не понимаю, как выйти на Лену Рудо, вот правда. А никто-то вообще зависит от чего-либо. Нет, ну, может, тогда пошли нас. Так, хз. Надо как-то думать, чтобы выйти на консоль. А так, славим мы консольку, да, ладно, окей. А я, вот, ладно, уверенно загрузить, да. Да, в общем, здесь про работу, давайте сделаем так. Да, работа бы не помешала. Да, работа бы не помешала. Союз противного группы довольны моим ответом. Буду знать, позову, если что. Союз, дура, ты, чувак, малому, представишь, на прикрытии шагать от... А, это все было. Ну, это же было, ну, е-моё. Союз, доктор, чему малому, представишь, на прикрытии шагать от... Сталкера отвянет новичка. Позади кто-то шумнота, который быстро приближался к нам. И обернулся. О, боже, еще одна дама, я в раю. Да это было, алло. Знаешь, я сделаю задание, блин, не знаю. Я хочу выйти, подойти к бандитам. Ну, не знаю, давайте к бандитам подойдем, ну что ли. Я решил, что чем больше людей, тем больше информации. Протовался пристраиваться к играющим бандитам. Мужики не против? Мужики молча, мотнули головами. Один из... Один их выглядел из... Конечно, их, да, вот ошибочка снова. Один из выглядел лет на 50, судя по морщинам на лице и пробивающейся седине на короткостриженной голове. Стоп. Легкая спортивная куртка расстегнута на груди до самого пуза, так. На серой майке с жирным пятно у меня большой крест, так. Наколки на мозолистых пальцах. А, его карточный противник выглядел сильно моложе, оказалось, я даже помладше меня. С надетым помещением капюшоном в спортивках с баллопалой на шее, так. И полу расстегнутым рюкзаком за спиной. Рукав кофты порваны и с пачком крови. Ага. На лице шрамов не было вида, но морщины говорили о том, что ужас состарил этого парня. Угу. Я переломил взгляд на карты. Моему удивлению, не было предела. На всех из них были изображены женщины на рядах, вызывающих поздоров. Ммм, у двух дам в руке капюшона... Капюшон, ладно. У двух дам в руке капюшона, рядом с которым оставил синяя ручка, и перически были оформлены под уже знакомых мне мегафонный уныл. Ух ты, ептить, колотить. Мегафонный уныл даже. Это навело меня на странные мысли. Уммм. Ну, конечно, е-мое. Дефицит с бабами тут нет, можно как-то попытаться. Я думаю, женщины тут тоже того хотят. И мужики, еще у меня на ее лутить, колотить. Кстати, а вдруг тут есть секретная концовка? Кексик в зоне, назовут эту серию. Это навело меня на странные мысли. В общем, еще тебя познакомился с четырьмя девушками. Ну, не жили бы дитов, есть и карта, имитирующая их на Гогу головаре? На Гогу? Пузо. Еще в зоне шепчет. Хрипло спросил Пузо, глядя в свои карты и выбирать, чем отбиваться. Ой, знать бы, самому я в зоне еще суток не успел повыть. И так глубоко забрался? Фарталый! Дограл капюшон. Да, похоже на то. Хотелось с людьми пообщаться и разузнать, как дела отстают в округе. Бандиты не отвлеклись от игры, не смотрели на меня. Я отодвинул свой завтрак подальше от карты, стараясь не мешать их битве. Спрашиваю, чего уж. Не отвлекайся, Малек. Пузо явно кроман был в этой игре, так. Я не понял, было ли обращение Малек по прозвищам парня, так что про себя закрепил за ним прозвища капюшона. Говно за них, говна, вот что. Ходит тут дебилы всякие, мечтает купаться в актефактах, нихера не делая, не знаю даже, как дотянули до суда. Бандиты, однокритические настроения к современному обществу, перекрыл очередной девицу валета своей дамой. Ей синяя ручка были неаккуратно, традиционно длинные косы. Выживаемость новичком повысилась, не уж что стало безопаснее. Пузо подозрительно хихикнул. Не, брат, безопаснее не стало, это я тебе гарантирую. Правда, Клинка? Клинка капюшон подозрительно хихикнул. Во-во, мы здесь за уровнем безопасности внимательно следим. Да, мы тут, понимаешь, шаги царя справедливости, порядка. Практически. Следим за безопасностью граждан, наш Тефельный Орден. Следим за безопасностью граждан, наш Тефельный Орден. Тевтонский, товарищ Гоблин. Да, здесь и эта пасхалка есть, серьезно, Клим Жуков и... Клим Саныч, здравствуйте, добрый день. Блин, и тут эта пасхалка есть, бог ты мой, то есть три пасхалки уже нашел. Ну, Тефтонский Орден, сейчас, это, по-моему, Тефельный, да, Тефтонский Орден, это что-то такое. И знаете, я припоминаю что-то с уроков истории, Орден Тефтонский, это ж, этот... Что-то, по-моему, в Германии, да? Я могу ошибаться, ну ладно. Тефтонский, товарищ Гоблин. Ну вот. Блин, а мне понравилось, если честно, пасхалки на даешь молодежь, на Мэдисона, то есть Вова Вист. И понравилось, кстати, вот пасхалка Гоблин и Клим Саныч, блин, ну... Создатели, вот это прик... Вот это прик... Мне нравятся пасхалки безумно, поэтому вам огромный поклон за это. Радостно согласился Гоблин Пузо. Инфантильнее стало быть, стал корня. Берегов не видит, нарывается. Мы иногда нарыв удаляем. Ну, без этого, без фанатизма. Но без этого, без фанатизма, ты не переживай. Сам ты, чем в зоне, жить будешь. Да в Припять, хай, так. Инфантильнее стало быть, стал корня. Берегов не видит, нарывается. Мы иногда нарыв удаляем. Но без этого, без фанатизма, ты не переживай. Сам ты, чем в зоне, жить будешь. Да в Припять пойду потихоньку. Дела у меня там, человека надо найти довольно близкого. Так что я не за заработком, а по душевной нужде. Хе-хе-хе-хе, блядь, пиздобов какой-то. Коли по нужде. Парень хотел был что-то сказать, но Гоблин его перебил. Коли по нужде, следи, куда ветер дует. Но романтичная цель тоже цель. Хотя по зоне людей ищешь вещи, понимаешь. Минута так на пятьдесят... Эм, стоп. Минута так на пятнадцать задремал, а то и близкий человек, дебил, утонул в гавне, или как его какая-то мутацкая хрень сожрала. Хель сожрала. Прямо с говном. Пока останки ищешь, сам откинешься. Ну вот, бита. Бандиты продолжали игру почти всякого душа в сброс. Так, ладно. Прав знать хоть что-то полезное, а не то, результат партии может вызвать ссоры, и мужикам будет не до меня. Угу. И все же, когда идти до Криптии, в кратчайший срок. Стоп. Прав знать хоть что-то полезное, а не то, результат партии может вызвать ссоры, и мужикам будет не до меня. И все же, как дойти до Криптии в кратчайший срок? Слушаю, через Янов надо пройти. Туда кто-то здешний водит. Водит бегун. Да. Гонец, товарищ Гоблин. Ну во. Гонец ночью весь лагерь перебудил. Вернее, заказчик Егойный. Раньше вечера не вернется. Упер на ваш Янов. Что до Криптии опасное дело, это дело. Тебе Клинка... Ну туда, как пройти в Криптии, это же невозможно. Туда только с этим артефактиком-то и можно идти, в принципе. Поэтому я что-то не вижу здесь немножко логики. Типа, как же он пройдет. Ну... Ну... А, ну ладно, окей. Через Янов. А, я думал в Припять. Тьфу, блядь. А что до Припяти опасное это дело? Тебе Клинка и свинья опасного он как подорова. Не свиньяк, а бармутант. Парень явно обиделся на творящего, принижающего перед новичком. Ну во, а то сам крюкал, что та свинья как тебе цепанула. Смеху было. Клинка слегка повернул ко мне голову, зыкнул на гобли и закатил глаза. Обида, видимо, была не сильной, и парень относился ко всему с долей иронии. Не сигнал, Клин, не сигнал. Оба мы со свиньями хорошо, знаю. Оба мы со свиньями хорошо, знаю. А тебе, это... Извиняйте, пионерий. О! Ну во, наш товарищ. А тебе, товарищ, надо на Янове у группировок тереться. Они только и мечтают, что первыми Припять занять. Поможешь им годок-другой, может, и дойдёшь. А лучше вон в нашей ЕВЭО и Орден. Будем сеять пионерскую науку. И эту... Безопасность. Сдаюсь, товарищ Гоблин. Честно говоря, потрачено времени, жаль. Как ты кал? Блин, а мне нравится, если честно, пасхалки разработчики. Блин, он... Реально прикольно. Клёво. Мне нравится. Блин. У разработчиков чувство юмора на пасхалке здесь очень хорошее, на самом деле. Вот это вот точно. То есть, у сценариста. Честно говоря, потрачено времени, жаль. Как ты кал? Не ной. Моя победа почти общая. Спасибо за предложение, мужики. Если зона не загубит, пересечёмся. Может, походим к компании? Бывайте. До новых встреч. Всем пока. Климка и Гоблин остались стоять за столом. А, за столом они? А, ё-моё. Климка и Гоблин остались стоять за столом, договорясь о новой партии. А я, взяв уже пустую банку тушенки, пошёл на верхние этажи искать славянку. Багмен прибавил громкость радио. Видимо, это должно было послужить... Давай дальше. Что там дальше будет? На самом деле, блядь, я уже без понятия, что тут делать. Я с Бадетами сговорился. Хотя, это что-то повлияет на это, как вы думаете? Хотя, я не думаю. Так, смотрите, в чём фокус. Я даже не знаю, что делать, поэтому... Давайте на... Ой, не сюда. Сюда. Я не знаю, если честно, что делать. Что тут нажимать, вернуться на скотовское, помочь сталкеру. Ой, блядь, блядь, я не знаю. Давайте... Давайте сделаем так. Может, выйдем на хорошую концовку, типа... Давай, убивай его и уходим. Не знаю, выйдет ли что-то, блядь, я без понятия. И ты здесь. Не, ну это-то всегда будет, это ясно. Рассказать, она по ней сохранить тайну бандитов. Давайте так поступим, попробуем. Мы славяне сказали... Стоп, подождите. Мне показалось или... А, не то это, нет. Все, ладно. Подойти к астрону. Давайте попробуем подойти к астрону, мало ли. Я не смог пересидеть себе и стал осторожно идти на звук. Так, чтобы мои шаги все же можно было услышать. И люди не посчитали, чтобы там все подкрасться. Обогнув контейнер, я не слабо удивился увиденному. Ну-ка. Умыл, сидела у костра совершенно одна, вновь поднимая колени руками. Оружие лежало рядом с ней. Она слышала меня и смотрела в мою сторону. А может, я и выйду на этот ротик. Так, так, она слышала меня и смотрела в мою сторону. Так, стоп, нет. Мир тебе? Нет. Девушка прервнула голову костра, разведывая пламя. Не будешь против моей компании? Садись. Она взяла автомат, лежащий от него по правую руку, и перевожила на другую сторону, приглашая меня. Вообще, я собирался устроиться напротив, но поступать так теперь было бы невежливо. А тогда я вела спасательным жаром. А, вон. Наверное, я думаю. Я услышусь, ряду неподалеку. Заглядела тебя в бинокль и стала ждать. Ну, не смотрела на меня, наблюдая за языками пламени. Ха, вот оно что. Блин, нет! Или... А. Ну, тут она... Ну-ка, никто про детектор, я кстати... Не рассказал. Разобретую еще на новый детектор. Сахаров 3000. И отдали его одному сталкеру для проверки. Приходит тот к аномальному полю, доставит агрегат, смотрит, а на нем ни кнопок, ни экрана. Настоящая глыба из железа. Ну, сталкер не растерялся и говорит... Сахаров? А детектор ему... Да-да. Сахаров, тут артефакты есть? Да-да. И где? Детектор, пока молчал, пока молчал, говорит... Да-да. Понятно, теперь это... Несколько сталкеров схокотались, так. М-м-м-да. Бонит, видимо, не оценил шутки. Возможно, потому что никогда не пользовались детекторами. А ну, наверное. Так. Один из сталкеров матера БС дорогом. А, это все было. Дальше давайте. Отдать артефакт вернуться на Янов. Давайте я отдам артефакт. Что вот будет? Наверное, мне интересно. Давайте выпьем. Пить-пить-пить-пить-пить. Что-то изменится вообще? Э-э, петь. Ну-ка. Петь. День 39-й. Кажется, это конец. Ха-ха-ха! В смысле? Вот это вот 39-й день, а тут что будет? Блядь, я тут запутался уже в этих выборах. Кажется, это конец. День 39-й? Серьезно? То есть, подождите, что мы сделали? Сейчас, я... Это Рут Лены выходит? То есть, я набухался, выходит. Так что мы сделали? Я что-то так... Подождите. Мам, мы сблизились с Леной. Все, я понял. Я ставил Лену у затухающего костра и ушел в сторону ЧАЭС. Пришлось красно, чтобы ее чуткие уши не отреагировали на шорох травы в ночной тишине. Стоп, зачем? Зачем он это сделал? Подождите, ну-ка, еще раз. Я ставлю Лену у затухающего костра и ушел в сторону ЧАЭС. Пришлось красно, чтобы ее чуткие уши не отреагировали на шорох травы в ночной тишине. Не стоило оставлять спящую девушку одну посреди зоны. Я был уверен, что ни один мутант не сможет застать ее врасплох. Половину первого даже... Половину первого даже дикие псы не нарушали тишины своим воем. Так, тьма звала около все пространство от земли до неба. Тучи выдавали себе только отсутствие наглое луны и звезд. Чем ближе я подходил к станции, тем больше я ощущал ужас. Потрескавшийся асфальт и позабытая техника со следами от пули. Никем не убранное, да чисто обглоданное тело поперек пути. Нух, емое. Одного только при нем нет оружия. Человек умер, став лишь кормом для мутантов зоны. Кем он был, не важно. Только сталь же важна. И порох. Часто оглядываюсь. Так тихо, что кто-то обязательно должен наблюдать. Словно я актер не моло кино. И не души вокруг. Моноспектакль. Спина болит, надо выпрямиться. И мне тоже надо выпрямиться тут, засиживать. Начинаю сходить с ума. Уже не прячусь, просто иду посреди дороги. Если пуля, пусть разобьет этот ужас. Как будто меня кто-то давно ждет. Только сейчас понимаю, как тяжело быть нужным по неясной причине. Что его манит что-то, я не понимаю, или что. Так, если пуля разобьет этот ужас. Как будто меня кто-то давно ждет. Только сейчас понимаю, как тело живого быть нужным по неясной причине. Дергай автомат. Но только сильнее нет ничего. Страшно даже отступить. Это все кажется розыгрышем, будто вернусь и в лицо скажет, ты ошибся, ты не дошел, ты проиграл. Это все кажется розыгрышем, будто вернусь и в лицо скажет Ты ошибся, ты не дошел, ты проиграл Вдруг Лена все же слышала, как я уходил Дала мне уйти? Она часть этого? Нет, она бы пошла за мной Это был ужасный месяц Лена бы не оставила меня одного Он ну точно знает, куда я пойду Что тут вписывается? Подождите, ну-ка Она бы пошла за мной Это был ужасный месяц Лена бы не оставила меня одного Он ну точно знает, куда я пойду Но ведь я ждал арабу монолита Потому оставил ей заметку ПДСК, где на этом и убежище Здесь безопасно Дождись меня Скоро буду Шопок вблизи Всего лишь ветер перетащил горстку сухой листвы Наконец-то профлада Дорожащими губами вдохнул холодный воздух А-а-а Теперь ясненько Серый бетон Понятно, что за концовка сейчас будет, я думаю Серый бетон Станция Пусто, никого Не хочу идти внутрь Все это прямо здесь на холодном камне Подожду, когда сами за мной За мной придут Ничего, со мной играться Это невыносимо У самых У самых стен остатки костра можно разжечь Так и сделаю Хоть какой-то свет Фонарь страшно включать И костер возводить страшно Но от него хоть теплее будет Все-то точно придет Две половинки бревна друг напротив друга Подготовились Или монолитство даже перед своей церковью Людям все равно остаются У костра сидят, байки травят Дурость Не люди они Тепло Выдохнуть Закрыть глаза хоть на секунду И снова тьма В ужасе Так А, это он так и делает, что ли? В ужасе Очнулся Ощутив сильный жар Чуть не упал в костер Тело Все заделение вело Посмотрел на ПДА Сижу уже полчаса Не знаю, чем вы думаете Все как в тумане Лиса с комсомолкой почти убили друг друга Электроник Не знаю, наверное, он сейчас руководит Тот псих из ней Попытался меня убить Может, это истинная концовка? А кто не пытался? О стрелке ничего не известно Бандиты обязательно меня найдут А, так, я да, приду Будь я проклят Будь я проклят Если я на убьют Бросишь жарку Умру мокр Не дам никому отобрать Последнее Решу все сам Если останемся Не выпущу А Ну-ка Не дам никому отобрать Последнее Решу все сам Если останемся Не выпущу Я никогда из убежища Сам буду зарабатывать Пока не выберемся за кордон Ничего не будет Меня тут ждут Я здесь нужен кому-то А хотя Нет тут никого Я все выдумал Тут никого и не было И внутри пусто И монолита никакого нет Все байки Нет, монолит это точно есть Можете монолит Тогда там стоит Просто слуги его Спят Вот взялись и уснули Ночь же Я мне мешаю Я им не мешаю Они мне Не может быть Крыша едет Огонь пляшет Сколько еще ждать Союз меня найдет И всегда ставит слово Что мне не сказать Извиниться Умирить с чистой совестью А нам все равно не поверить Все трясать Умолять Отпустить Лену Только хуже будет Нужно просто смириться Быть или рассвет Среди этих поганых туч Шаги изнутри станции Небрежные Не стройные Обременного костра Все равно два Ждали меня Поговорить хотят Небось Шаги изнутри станции Небрежные Не стройные Обременного костра Все равно два Ждали Поговорить хотят Небось Дали временно подумать И линейка считали И сами запаздывают Вышел мегафон Комбиз монолита А что Красные Уставшие глаза Кровь Взгляд тупой О бог Да я понял У меня мужик Тоже Садись Привет пионер Привет дура Молча села напротив Не отозвалась на дура Точно дура Открыла рот Но я перебью Ты почему здесь Наклонила голову А Хоть махгает А зомби махгает Что происходит вообще Подождите Я что-то не понимаю А зомби махгает Кстати Альфа канал Чуть виден Если честно А зомби махгает Голос позвал Я не хотела Но надо Хмыкнул Привет собачий И что говорят Семен идет Жди его Готовь его У него есть желание Пусти его Она не тараторила Наоборот Говорила медленно И с паузами Холодно И как-то грустно Понятно И правда ждали С их бляцки Ненавижу Вот бы с Леной Все было хорошо И со славянкой Меня бы вот Просрали Или там Все внутри Никого там нет Только я была Не переживай Тебе велит Меня успокаивать Да Бутербродского Голосу будешь Ты так хотела Я ее Я ее Пол палки еле Выторговал Чуть ли не Стрелялись Для тебя хранил Ей уже Срок скоро Наклонил углу Другую сторону Ну точно дура Зомби ли? Говорит ересь Но вроде Мыслит понемногу Не буду Не хочешь? Глазомегафон Стали совсем печальные В свете костра Показалось Что навернулись Слезы Хочу Не буду Голос тихий Без яркой эмоции Только съели Заметной Тоской Равнодушием А ты спросил Налита Можно ли? Вдруг Можно Можно Ласковый Он у тебя На Ешь Протянул я еду Специально Коснулся руки Теплая Но может От костра Ты зомби Живет? Нет Но сама за себе Не хозяйка Наверное Может Я этого хочу Не понимаю Чего я этого? Чтобы ты пришел Комедии Зачем вам? Тебя все ждут Ты всем нужен Я нужен заня Живет Пить охоту Страшно Как фляги тянуться Кормить не страшно Было А вот вдруг Она поела И Не знаю что Не знаю Нам нужен А монолиту Он мне говорит Шутливый Крамушек Я здесь Умогу? Не знаю А ты? Как скажешь Ты этому И есть Стала По указке? Наклонила голову Вперед Смотрит В ноги Кровью капает Я сама Хотела Ну и живи Сама Монолит Понятно Он по всей зоне Командует Другие придут А как Ну реально Серьезно То есть Значит Выходит Семена Приманивалась В общем сюда Это Он по всей зоне Командует Другие придут И поднимает голову Как же я устал Не думаю Они выходят Сами Я одна Почему так? Под излучатель Попала Заманили Я не хотела Так это случайность? Не думаю Выбрали Нас с тобой Что Нахера? Я согрался на крик Хотел бы восстать Но и сдержался Я реально не понимаю Что случилось Странно Я согрался на крик Хотел бы восстать Но и сдержался Прости Надо Желание У тебя Хочу уйти отсюда Я с тобой пойду Нужно желание Ему Чтобы я загадал? Что загадал? Это же бред Я здесь проездом Я для зоны никто Не поднимает головы Стыдиться Стыдиться своего рабского положения Мы все для зоны никто Просто игра Мне неприятно Мы часть цепи Блять Опять загадки эти сраные Я ненавижу их Если честно В новеллах Да и вообще В играх Ё-моё Мы часть цепи Желания продолжаются Желания продолжают Что именно? Все И прямо исполнит? Не знаю Ты не загадывала? Готовь головой Значит может Что-то сама? Я в неволе Мне нельзя Ладно Пойдем? Кажется слезы капают Ее слезы Или показалось? Я бы утешил девушку Но не такую Не сейчас Ты бы что загадала? Домой Любой Кто-нибудь Да как загадал бы домой? Только нет у нас дома Мы зону выбрали Вставай Пошли внутрь Пора кончать Ты ужасен А? А? Тебе так ренчество юмора Не отключило что ли? Не знаю Холодно Помоги мне Себе бы помочь За месяц Чего только не было Столько раз Мог все оборвать Могила была бы Периной Холодно Помоги мне Себе бы помочь За месяц Чего только не было Столько раз Мог все оборвать Могила была бы Периной Чуть не подставил всех Вообще всех Не знал что делать Не знал Есть ли выбор Что она вообще В итоге даст А ничего вот не дало Потемки Мерцание ламп То есть выходит Ооо Ептить колотить Сколько тут Респаунов было Спаунов Точнее То есть выходит Судя по описанию Я так понимаю Здесь В общем Это плохая Какая-то концовка Где группировка Воин Пошла полная И Так не знал Есть ли выбор Что она Вообще в итоге Даст А ничего вот не дало То есть он делал Все равно Как-то Выковылился Но это да Ладно Потемки Мерцание ламп О чем тут Конкретно Вообще говорится То есть выходит Он тут Говорит Себе бы помочь За месяц Что только не было Столько раз Мог все оборвать Могила была бы Переной И чуть не подставил Всех Вообще всех Не знал Что делать Но это выходит Это что-то связано Блин С войной группировкой Что там такое Вообще В принципе Я так думаю Чуть не подставил Всех Вообще всех Не знал Что делать Не знал Есть ли выбор Что она вообще А В итоге В итоге Он с Леной Наверное И сбежал Оттуда Наверное Могу быть Так чуть ли не подставил Всех Вообще всех Так не знал Что делать Не знал Есть ли выбор Что она вообще В итоге даст Наверное да что-то там случилось такое с Леной, ну, ой, ну вот, с Леной вот у нас хорошие отношения, так сказать, вышли, мы с ней ушли, да, мы, да, да, выходит, мы с ней вот, да, ушли, и мы, в общем, у нас нету таких вот прям дружеских отношений с некоторыми, там, это он тут говорит, чуть не подставил всех, вообще всех не знал, что делать, не знал, есть ли выбор, что она вообще в итоге даст, выбор всегда есть, мне кажется, на самом деле, ну, в принципе, я итог-то один, ну, я так понимаю, потемки, мерцания, ламп, все в трупах, вонь, монолитовцы по всему полу, что с ними, а, это я говорю, что с ними, ритуал, пиздец, хочу наехать, хочу на Янов к электронику к водке его, его, блин, если отпустит, пойду восстанавливать деловые отношения, а, наверное, он, как бы, что-то, короче, что-то случилось такое, прям, пиздец какое, он повлиял, мне кажется, на что-то, и выходит, чуть не подставил, типа, всех, ну, как это все сложилось, я большую картину что-то не представляю, ну, в общем, он чуть там не подставил всех, и, как бы, пытался выкрутиться, и в итоге, все равно, типа, никому нахер не нужен был, он с Леной ушел, наверное, я так понимаю, так, если отпустят, пойду восстанавливать деловые отношения, со всеми сразу, по мере всех, будем жить дружно, не реже живым останусь, а зачем помирать-то, чего они добивались, обновление, перерождение, не думаю, дурацкий у вас бог, они умерли за него, это счастье, и твое, мое уже все, остановился, смотрю в потолок, чтобы поменьше видеть трупы, хотя из головы их уже и не выкинешь, в смысле, я все получила, наелась, согрелась, внутри меня тепло, успокоил тебя напоследок, да, и то хорошо, все оказалось слишком запутанно, пионер, вертолет, гонец, долг, это мне не под силу было, лучше стать отшельником и затеряться, да поздно, да поздно уже, да ладно, я понимаю, ладно, по-моему, а картину общую теперь я вижу, ну, с кем не бывает, не фанатики, так бандиты, по делам, тебя, может, отпустят, а что он имел ввиду, подождите, тут написано, ну, с кем не бывает, не фанатики, так бандиты, я расправлялся с ними, наверное, тебя, может, отпустят, не думаю, а ты подумай, на Скадовск, там смерть, а где нет смерти-то сталкером, тогда на Скадовск, найти общий язык, вот я об этом думаю, к интересным выводам мы приходим посреди резни, что там твой голос говорит, и почему я не слышу, а зачем, не знаю, у него, наверное, мерзкий голос, немного, иди ко мне, вот оно, вот оно, этот пиздюк, так он в крови весь, глядя, как пришли, не хочу подходить, ничего не хочу, хоть тут, хоть тут бы и сел перед ним, но лучше подойти, и мега с собой взять, страшно услышать голос этот, немного мерзкий, но он, но все-таки манит он его, подсознательно, мне кажется, он так не кажется, все-таки, немного мерзкий, немного мерзкий, если услышу, точно умру, сколько ужаса увидел в зоне, но если голос услышу, точно умру, кромешич, кромешный ужас, посмотрел на мегафон, без эмоций, на щеках кровь и следы слез, бедняжка, а вдруг я умру, а она останется, или тоже умрет, жалко ее, а меня, да хрен со мной, я не понимаю, что происходит конкретно, стоп, можно ты будешь говорить, нет, наверное, может, все-таки надо было написать, может, может, ты будешь говорить, мне страшно, не бойся, я сама, ты должен мыслить, чтобы сказать желание, мы с тобой будем, мы с тобой будем, пока я не загадаю, да, хочу, чтобы этот день не кончался, нельзя так перезагадать, поздно, почему, ты правда этого желал, он чувствует, а, то, что я, а, в этом плане, блядь, пиздец, стоп, ну, написали бы, и что теперь, ничего, пойдем домой, пойдем, что происходит, так, вот это мне уже нравится, стоп, а что это концовка означало, я что-то как-то слегка не понял, по правде, ну, что это было только что, я так думаю, вообще, концовка тут какая-то немножечко странная, я до конца ее сначала общаюсь с первого раза, вот когда читаешь, как-то я не особо понимаю, вообще, в принципе, типа, Семен, просто заметьте одну вещь сейчас, сейчас, мы, правда, это читали уже, вот, дали временно, так, высшего мегафон, комбез, монолита, красный, уставшие глаза, кровь, взгляд тупой, у меня может тоже, садись, вот, видишь, пример, привет, дура, и, видите, я вот, заметил то, что Семен обращается, достаточно, вот эта вот концовочка для меня, если честно, такая странненькая, все, что из этого, из того, что я прочитал, я, насколько понимаю, так, в общем, если так вот разобрать, нам не показали события дня шестого, когда, в общем, нам надо было взять вот эту вот в акцию, ну, сыворотку, ладно, так скажем, в общем, у Семена, ну, то есть, у Пионера, здесь начались проблемы, в принципе, и в итоге он, собственно, начал как-то, как это выразится, налаживать отношения, ну, так вышло, что, в общем, леса с комсомолкой разругались там, и, то есть, свобода началась, начала воевать с долгом, и поэтому, как бы, Семену было там трудно быть, и, в принципе, он ушел оттуда, в общем, он же тогда говорил, что, был ли у меня тогда выбор, а если был, в общем, все привело к одному исходу, я так понимаю, то есть, он хоть как-то попытался, но все-таки он ушел, ну, это я настолько так понимаю, так, и выходит, он потом ушел с Леной, так как он больше, ну, ближе сблизился, он все-таки, они живут, ну, убежище, у них свое есть, и уходит, или они шашки, нет, дождите, убежище, он отметил, они убежище живут, страна или нет, хотя нет, мне кажется, нет, он, типа, отметил на карте, типа, туда иди, да, ладно, в общем, я так понимаю, монолит, как бы, блин, блин, притянул этого, как он, Семена или нет, я что-то, просто понимаете, в чем дело, сейчас, подождите, я что-то немного, если честно, запутался, я хочу разобрать эту концовку, то есть, мне такой, я не понимаю, Семен пришел, как бы, сам или его манил, как бы ты, до конца, в общем, мне кажется, что Семен, вот этого пионера, он не до конца верит, что, вот, монолит есть здесь, ну, в общем, как бы, он хочет исполнить свое желание, мол, но считает это бредом, тому подобное, но у него есть все-таки какое-то желание, вера в это, его это тянет, а вот, он же вблизи ЧАЭС был, да, выходит, но вопрос у меня тогда другой, подождите, наверное, он попал под влияние, хотя нет, не знаю, нет, под влияние он не попал, мне кажется, я так думаю, вот, стоп, я так думаю, в общем, Семен, он же был вблизи ЧАЭС, выходит, он пошел туда, ну, я не знаю, каким путем, короче, он вышел к станции, и внутри есть, в общем, тот самый монолит, и выходит так, я считаю, что у меня два варианта, либо Мику в ПДА ему написал, типа, либо он, как бы сказать, либо как бы его же, как бы, в нем желание появилось, и монолит это почувствовал, ну, блять, я не знаю, как-то так, в общем, сейчас, с эти кастра, так не то, то есть, понимаете, вот, мегафон выходит, и, и вы что, видите, как Семен говорит, типа, привет, дура, ну, он так обращается же еще, он же, вот, понимаете, он не удивляется, я не понимаю, это зона с ним так сделал или что, то есть, я что-то, вот, не знаю, это, это пока для меня какая-то странная концовка, ну, типа, я понимаю то, что Семен хочет загадать желание, он хочет выйти с Леной из зоны, как бы, конечно же, но вопрос просто в другом, правильно ли вообще-то это понимаю, но я считаю, да, то есть, он с Леной, то есть, Суныл хочет вернуться на Большую Землю, но он не может никак, и здесь у него проблемы в зоне, и в итоге он, как бы, и вот домой хочет, в общем, как это, мегафон, так это что выходит? Монолит нам напиздел, но что произошел в итоге, блин, вот этот не показали, то есть, сейчас мы видели, то бишь, домой хочет она и он, и в общем, они такие, ага, ну, вы видели ЦГшку, и, блин, вот, блин, не знаю, вот, у меня единственный вопрос, блять, ну, он просто увидел, ну, блять, я хочу сказать Мику, хочу, поймете, Мику, в общем, он увидел и начал с ней вот так вот говорить, у меня тогда задается вопрос, если он спрашивает, как все это произошло, то есть, он не знает, он не знает, как она попала, то есть, под влияние и тому подобное, блин, вот, странно, если честно, Семен, он не боится вообще, в принципе, то, что, а, никого, нету никакого Монолита и тому подобное, может, Монолит немного ему внушал вот это вот, блять, я не знаю просто, как это объяснить, он пришел на ЧАЭС, и я понимаю, что он месяц в зоне, он, как бы, уже все повидал, ему настолько похуй, что он пришел, и тут, ну, типа, нету Монолита, серьезно, ну, блин, может, это влияние этого, какого, желание в нем доминировало, наверное, чтобы, ну, знаете, плюс-минус, типа, он недостаточно верил, в общем, он отходил от этого, блин, я не знаю, это моя теория, он, как бы, хочет действительно выйти за пределы зоны, ну, с Леной я имею ввиду, типа, и при этом, и при этом, он немного сопротивляется желанию, потому что он недостаточно верит в то, что есть Монолит и тому подобное, но он все равно идет к нему, то есть, подсознательно, как бы, он пошел туда, выходит, да, ну, то есть, мы знаем же легенду, то, что под саркофагом есть и Монолит, но кто играл в Салкер, кто-то поймет, то есть, это выходит, что, все, я, конечно, наверное, Монолит его все-таки, ну, не звал, я так понимаю, но мегафон попала под раздачу пси-излучения, это она, конечно же, ладно, окей, здесь ничего закрытого, такого прям нету, ну, вот реально, он как бы сидит, ну, Монолита нету, ему настолько плевать стало, и он видит мегафон, типа, ему, реально, реально, ему пофигу, вот правда, он не удивляется, то есть, зона изменила человека, выходит, можно так сказать, его все надоело, он хочет выйти отсюда, и он не может выйти, но при этом мегафон его, как бы, говорит, вот тебя ждут, тебя ждут, кстати, самое удивительное, подождите, она под пси-излучение попала, может, она раньше попала под пси-излучение, если она попала под пси-излучение, а, ну, она попала, ну, прошло столько времени, и, возможно, отключили, ну, то есть, вместе он с ней идет так, что, что мы видели, и, ага, то есть, Монолит специально ее сделал, как бы, как марионетку, в общем, управляет ей, фактически, подзывает к себе Семена, Семен, по сути, реально, вот, как я говорю, хочет выйти из зоны, но при этом он не может, ой, ну, у него есть какие-то сомнения, но с помощью мегафона, она как катализатор, да, он с ней вместе и идет, это все приманка Монолита, а вот то, вот, то, что загадали, идем домой, ну, типа, все хотели на Скотовск, конечно, идти, ну, вот они, я имею в виду, как мы и читали, и выходит так, то, что... хочу домой, вот, видите, они хотели, ну, вот, хотят домой, а, да, подождите, а домой, в смысле, сейчас, желание у тебя, хочу уйти отсюда, я с тобой пойду, а, у нее выходит тоже желание иногда было, и она, наверное, хотела уйти, ну, наверное, ему, чтобы я загадал, что я загадал, это же бред, так, мысль для зоны никто, так, домой, ну, в общем, все ясно, а, я концовку, конечно, разобрал, блин, извиняюсь, на самом деле, просто, вот, изначально, честно говорю, я, и вот эти вот фразочки, я просто за ними цеплялся, чтобы понять вообще суть, просто с первого раза как-то у меня, ну, у меня лично реально не получается, то есть, ритуал этот монолит сделал, умер за него, типа, и выходит так, что нас обманул монолит, но мы знаем, что в сталкере обманывает монолит, и я не знаю, если честно, было бы прикольно, что случилось бы с Мегафон и Семеном, то бишь, они загадали то, что, ну, сейчас я дойду до этого момента, вряд ли пропустить бы, так, ну, вот это вот я пропущу, мы ее, как вы видели, она одержима этим монолитом, сейчас будет, в общем, цедэшка, сейчас, пойдем домой, пойдем, все, и желание как бы сбывается, вот, и выходит так, что после этого момента я, ну, ваше подключение кончается здесь, ну, ладно, хорошо, и после этого обман какой-то будет, ну, с монолитом, то есть, они домой, вот, хотят домой, странно, а вот пишите в комментариях, интересно будет, вот они загадали, вот, хотят домой, у меня просто вопрос такой, как вы считаете, что вообще произойдет с ними, серьезно, то есть, если стрелок выбирал бессмертие, он снялся статую, то бишь, если они хотели домой, то они, давайте копнем глубже, я это люблю, а вот, они сказали, что домой хотят, то есть, выбраться из зоны, и, наверное, перед их глазами, если они уже хотят выходить, ну, Семен, допустим, хочет такую идти, и там будет тьма, то есть, может, для него зона будет видна в его иллюзиях, как бесконечность, то есть, зона по всему, наверное, он вообще не может уйти и не видит большой земли, вот как вам такая версия, может, глупая, ну, ладно, в принципе, ладно, я на эту концовку вышел, да, а теперь осталась Лена, блядь, я хочу Лену, ну, не именно, ну, именно ее и выйти на концовку, ладно, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, с вами был Никесом Ракета, это была, пожалуй, одна такая из, так сказать, не то, что сложных для понимания концовок, но поразмыслить все-таки было интересно и нужно, ладно, удачи, пока, встретимся в следующей серии.